Пока в среде переговорщиков по формированию правительственной коалиции кипят страсти, кто и с кем будет строить новую исполнительную власть, в Республиканской избирательной комиссии закрывают вопрос с жалобами и претензиями по поводу самих выборов. Госсудом рассмотрены поступившие жалобы и все они отклонены. Всего в Государственный суд поступило 6 жалоб, в Республиканскую избирательную комиссию 15. Трудно оценить, насколько они существенные, поскольку по одному случаю, например, было 8 обращений. Были жалобы от заключенных по поводу лишения их права участия в выборах, а также требования разъяснения по электронным выборам. Ни одна из жалоб не была поддержана комиссией и удовлетворена судом. Жалобу Виктория Ладынская Республиканская избирательная комиссия действительно не удовлетворила, но рекомендовала Таллиннскому избиркому провести процедуру пересчета голосов, что и было сделано с результатом в пользу Ладынской. Что же касается электронного голосования в Ирусском дневном центре, где заведующая предоставила для голосования пожилым людям свой компьютер, то здесь расследованием занималась полиция, но преступного умысла в действиях заведующей не нашла. Так что к сегодняшнему дню лимит претензий и их рассмотрение исчерпан, что и дало право Республиканской комиссии зарегистрировать депутатов, замещающих их членов и утвердить дополнительные мандаты для партий. Прошедшие в парламент шесть партий получат обратно внесенный денежный залог, а 44 тысячи 20 евро залога от не попавших в Риги Когу политических партий уйдут государству. Мы отправили свое решение в Риги Театая. Оно вступит в силу на следующий день после публикации. С этого момента отменяется полномочия прежних членов парламента. Согласно закону, первое заседание нового состава парламента состоится в течение 10 дней с момента публикации в государственном вестнике. Его объявит президент. Согласно неофициальным данным, свежеиспеченные депутаты парламента могут собраться на Томпе в следующий понедельник, 30 марта.